привет 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 сегодня я хочу сделать разговорное видео но на серьезную тему честно я уже давно хотела это обсудить вот это негативные комментарии я сразу скажу чего вам ждать от этого видео это просто мое рассуждение на тему что вообще сподвигло меня на это видео я очень часто особенно в последнее время натыкаюсь на какие-то видео в которых ютубер или какой-то артист говорит о том что получает очень много негативных комментариев и это заставляет его уйти с ютуба и захотелось мне как-то более подробно эту тему обсудить опять сразу скажу что здесь не будет каких-то готовых решений серии как не реагировать на негативные комментарии я не знаю как на них не реагировать то есть у каждого это наверное какой-то свой способ поэтому я могу только рассказать про себя поэтому если вдруг кто-то с этим тоже сталкивается возможно вам это будет полезно возможно не будет но тем не менее я считаю что тема достаточно важная и обсудить ее стоит наверное начну с того что зачем люди вообще пишут негативные комментарии нет знаете не 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 начну с того что что такое негативные комментарии в моем понимании естественно негативные комментарии это ну например я выложила видео и мне написали фу говно это негативные комментарии комментарии например в котором написано что там не знаю вот здесь мне не очень понравился звук мне кажется это тут вот этот момент был слишком громкий вот здесь там не знаю с точки зрения монтажа можно было добавить другой переход это не негативный комментарий это вполне себе конструктивная критика совет и просто мнение человека то есть эти понятия как мне кажется очень важно разделять вот хотя естественно критику любят не все и извините критику любят не все и кому-то и какие-то такие конструктивные советы тоже будут касаться негативными комментариями но лично я сейчас говорю только о тех которые фу говно там не знаю иди убей себя твои видео отстой там не знаю твое творчество фигня ну и вот все из этой серии вот я думаю всем это знакомо тем кто так или иначе не знаю не знаю не знаю рисунки картины стихи проза все что угодно любое творчество так или иначе если человек что-то из этого выкладывает в интернет то рано или поздно как только он набирает какую-то аудиторию он сталкивается с негативом и это нормально абсолютно у меня возникает другой вопрос зачем вы тогда идете на youtube или какие-то публичные соцсети потому что ну ребят камон вы же знали что куда вы идете и что вы будете делать и рассчитывать на то что все будут говорить что ой как все классно но это это просто глупо но я сейчас в принципе не об этом вопрос восприятия мне честно сказать совершенно непонятно почему люди обижаются когда читают такие комментарии нет я теоретически могу понять когда на тебя выливают тонны негатива это конечно это неприятно естественно но знаете я вам так скажу я тоже получала и негативные комментарии связанные и с самодетельностью на ютубе и с какими-то личными делами и честно сказать мне было настолько все равно потому что ну камон это просто буковки на экране и это просто буковки на экране и это просто буковки на экране которые для меня ничего не значат то есть я не знаю этих людей я не знаю кто они что они зачем они вообще живут и родились и мне абсолютно все равно что они там обо мне думают я их не знаю они не знают меня как бы все на этом вопрос закрыт знаете когда я получила свой первый негативный комментарий какая у меня была реакция о классно негативный комментарий первый надо отметить ну примерно так я конечно сейчас утрирую но примерно такая у меня была реакция потому что ну жизнь одна и она очень короткая и если позволять любому говну в интернете выводить тебя из строя как-то расстраивать обижать и так далее ну извините тогда можно тогда просто сидеть в своей комнате никуда не выходить и ничего не делать и все равно при этом чему-то расстраиваться как мне кажется здесь очень важно понимать чье мнение для вас что-то значит например если кто-то из моих близких людей скажет мне о том что не знаю моя творчество это какая-то фигня и типа все говно им не нравится то здесь я естественно расстроюсь потому что мнение этих людей для меня авторитетно и оно для меня важно но если какие-то анонимы которые опять же непонятно для каких целей все это делают пишут какой-то бред в интернете то я просто считаю что ну реагировать на это 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 очень глупо потому что ну а какое вам то не в дело тем более как правило если человек умный если человек адекватный он никогда в жизни не напишет что типа твое видео говно ну потому что блин это просто это я считаю это неадекватное поведение соответственно такой человек адекватный человек напишет либо то что не знаю какие-то конкретные минусы в вашем видео которые ему не понравились либо он не напишет вообще ничего и пройдет мимо потому что как бы ну не понравился не понравился окей типа иду дальше пойду посмотрю на то что мне нравится вот соответственно из этого я делаю вывод то что вот эти все типа говно идти убейся там не знаю уйти с ютуба и так далее пишут люди которые ущербные и которых нужно просто пожалеть потому что они к сожалению обделены мозгом и ну так сложилось вот поэтому обижаться на них я считаю это просто бессмысленно ну как бы а зачем то есть если вам не знаю на улице кто-то мимо придет скажет типа ты мне не нравишься окей что дальше вы же как бы ну скорее всего вы не расстроитесь от этого хотя возможно расстроитесь не знаю но я бы точно не расстроилась вот на самом деле очень сумбурно у меня получилось это видео возможно когда-нибудь я разбежу все эти мысли по полочкам прям четко с какими-то выводами определенными и сделаю такое не знаю больше какой-то такой психологический разбор психологическое видео не знаю вот но сейчас мне просто захотелось как-то вот выговориться на эту тему обсудить ее с вами вот поэтому вы обязательно пишите в комментарии что вы думаете по этому поводу обижаетесь ли вы на такие комментарии может быть вы пишите такие комментарии я не знаю вот ну если подвести итог какие-то кто-то там в кровати двигает сверху вот если подвести итог то я считаю что реагировать нужно только на какие-то либо хорошие позитивные вещи либо на какие-то вещи которые помогут вам улучшить свои работы комментарии короче очень-очень много людей и рассчитывать на то что вы всегда всем будете нравиться это глупо поэтому берегите себя берегите свои нервы берегите свой позитивный настрой свое вдохновение и просто не реагируйте на всякую херню в интернете потому что в интернете ее очень много и в жизни ее очень много просто не в таком объеме но знаете я и в ну обычной реальной жизни сталкивалась с тем что люди иногда говорят какую-то вот просто ерунду и ты смотришь на него и думаешь типа чувак у тебя что в своей личной жизни нет тебе заняться нечем вот примерно так и здесь поэтому я не знаю досмотрел ли кто-то эти сумбурные мысли и объяснения до этого момента но если вдруг досмотрели то я искренне от своей души призываю вас не реагировать на всякую ерунду не тратить свои нервы и просто беречь себя обращайте лучше внимание на тех кто пишет вам что-то хорошее кто говорит вам что-то хорошее на то что вы сами получаете от этого процесса ведь если вам нравится то что вы делаете вы даже и реагировать не будете на какую-то вот фигню вот эту вот всякую вот просто думайте о том что это это жалкие люди которых нужно прожалеть и скорее всего у них просто что-то не заладилось и они таким образом пытаются возвысить себя за ваш счет не позволяйте им этого опять же я повторю еще раз и еще десять раз берегите себя и просто наслаждайтесь тем что вы делаете на этом все не знаю подписывайтесь ставьте лайки не ставьте лайки короче как хотите сами и без меня все это прекрасно знаете а я на этом откланиваюсь приятно было с вами побалдать до новых встреч до новых встреч